Через полтора года Обломов ещё больше обрюзг. Скука въелась в его глаза, халат истоскался. Агафья Матвеевна похудела, глаза у неё впали. Денег у Обломова теперь почти не было. Штольц исправно присылал хорошие доходы из Обломовки, однако все они шли на удовлетворение претензий по заёмному письму, которые вынудили у Ильи Ильича Тарантьев и Мухаяров. Полностью выплатить эту претензию Обломов рассчитывал лишь через три года, а пока Мухаяров давал ему по 50 рублей в месяц. Добрая Агафья Матвеевна заложила свой жемчуг, полученный в приданное, о чём Обломов и не подозревал. Денег с жемчуга хватило ненадолго, и Пшеницына продала свой салоп, парадное платье и шаль. Когда к Обломову вновь приехал Штольц, Илье Ильичу было стыдно по бедности пригласить его в дом. КОНЕЦ КОНЕЦ